Всем привет! Дядя Кюра дает прогноз на матч пятого тура РПЛ Динамо-Зенит. Встречаются четвертая и первая команды. Очные матчи. В десяти последних очных матчах этих команд было 8 игр на обе забьют нет и поровну на тотал больше меньше. Тотальный перевес на стороне Зенита. 8 побед в десяти последних очных матчах. В последних трех матчах в Москве у команд равновесие по одной победе и ничья. Пять последних очных матчей на поле Динамо прошли на обе забьют нет. Статистика команд. Динамо в последних десяти своих матчах 9 раз отыграла на обе забьют нет и 9 раз на тотал меньше. Зенит в последних десяти своих матчах 7 раз играл на обе забьют дай и 6 раз на тотал больше. Зенит выиграл последние 9 игр. Динамо проиграла в Туле 0-2 Арсеналу. Дублем отметился Лесовой, но главными создателями были Луценко в первом случае и Канго во втором. Луценко выиграл спринтерский забег у Евгеньева в середине первого тайма и отпасовал на Лесового, который затем точно вложил мяч в дальний угол ворот. А Канго заработал пенальти, грамотно подставившись под Никола Мород. Динамоцы в концовке первого тайма тоже забили, но и за фсайда. Арсенал хорошо отыграл матч и был ближе к третьему забитому мячу, чем Динамоцы к голу престижа. Зенит в предыдущем туре ожидаемо легко обыграл Тамбов. Хозяева обили подавляющее преимущество, которое четырежды реализовали в забитой мячи, которых могло бы быть и больше. Гости забили гол с престижа на последних минутах матча точным ударом из-за пределов штрафной площадки. Встречаются две команды, которые исповедуют принципиально разные стили игры, которые нашли яркое выражение в статистике низовых и результативных матчей. Динамо последние восемь своих матчей отыграло на тотал меньшую обезобьют нет, Зенит прямая противоположность, чаще забивает и пропускает, но при этом неизменно выигрывает. Звездный состав Питера делает Зенит фаворитом в любом матче РПЛ. Последние пять очных матчей этих команд прошли на обезобьют нет, однако, когда у тебя в паре стоит московская Динамо, то данная серия может продолжаться сколь угодно долго. Ни для кого не будет неожиданности очередная потенциальная победа Зенита в этом матче где-то в районе 0-1. Динамо будет ставить автобус, Зенит будет пытаться купить на него билет или проехаться с Зайцем. Если очень повезет, то белоголубой контролер не пустит гостей, но это если очень повезет. Зенит пропускал в двух последних матчах. Если в игре с ЦСКА это было ожидаемо, то с Тамбовым вовсе не очевидно. Но там скорее было дело случая. При счете 4-0 у гостей прошел дальний удар из-за пределов штрафной. Динамо в первом туре разорвало Урал на контратаках, однако Зенит не Урал, вряд ли позволит хозяям такую вольность. Конечно же, если все пройдет так, как и должно пройти, то гости выиграют в низовом сухом матче. Будут ли какие-либо неожиданности, это одному богу известно. Поэтому дядь Юра идет за течением и ставит самый ожидаемый вариант на этот матч в виде тотал-меньшего без Абют нет победа второй команды. Как ни странно, но на все три предложенных варианта буки дают высокие коэффициенты. Поэтому есть из чего выбирать. Пожалуй, самой надежной ставкой можно признать вариант с победой Зенита. Если хозяева не провалят матч, то гостям придется сильно постараться, чтобы забить хотя бы один галешник. Если гости не проморгают быстрый контур от хозяев, то у динамо цем может вообще не быть сколь-нибудь серьезных моментов, чтобы забить гол. Тут в качестве палочки-выручалочки может нарисоваться какой-нибудь удачный стандарт или дальний суперудар. Но на это шансов немного. Если у гостей полетит, то запросто может быть сухая крупная победа Зенита. Поэтому ставка на тотал-меньше имеет подводные камни. На обе забьют да нет, буки дают 50 на 50. В таком случае, пожалуй, целесообразно взять ими на обе забьют нет, поскольку Зенит в последних двух матчах пропускал. А динамо не назовешь команда, которая обладает мощной линией атаки. Какую из трех предложенных ставок выбрать – личное дело каждого. И подойдет ли вам такой выбор вообще? Что касается дядь Юры, то он тупо ставит на победу Зенита, считая, что с таким составом Питер должен выигрывать все матчи в РПЛ. Коэффициент 1.86 просто шикарный для такого случая. Но у вас может быть иное мнение на этот счет. На этом все. Дядь Юра верит, что у вас все получится. Всем оптимизм и удачи. Будьте здоровы.